привет с вами доктор влад чё я собственно вылез ну опять из-за комментариев я вам сейчас прочитаю один комментарий так здравствуйте доктор ну неважно кто пишет что-то после операции вы стали по-другому говорить очень странно что вы повторяете все о чем говорят на расистском телевидении это на мой ролик когда закончится война в украине на расистском телевидении все то в чем расистские пропагандисты обвиняют украину это наркотики допинге торговли детьми и самые из области фантастики фантастики торговлю человеческими органами что с вами произошло почему вы повторяете за слабьёвым скобеевой и т.д. эту хрень про органы поводом к этой войне получили послужили обидки карлика вот какой повод там и вы это в начале войны прекрасно понимали и комментируя всем нам а сейчас повторяйте за пропагандонами эту чушь про органы очень интересный комментарий и ну раз я после него даже ролик начал как я ответил но по имени назвал этого человека учитесь слушать пропагандонов они всегда обвиняют украину в том что делают сами ребята ну вы взрослые люди ну соображайте как слушать лучше их вообще не слушать скобеевых и все такое прочее но когда слушайте помнить понимаете что они украине приписывают всегда все то что делают сами но я немножко ну собственно об этом тоже тут вот еще раньше мне писали ну-ка я сейчас найду сейчас я найду а путлер начал эту войну отнюдь не за денег так так причина этой войны это имперские амбиции идеология превосходства и величия в кавычках разумеется вот же блин ну хорошо вот мой ответ это на первый взгляд что там на самом деле происходит мы никогда не узнаем вот дальше уже пошло главное что я хотел сегодня сказать мы никогда не узнаем это я отвечаю на комментарий просто не доживем как не дожили ветераны великой отечественной войны до понимания что войну начали гитлер и сталин сообща ведь мы только сейчас об этом узнали только сейчас это все открылось что гитлер и сталин договорились вот мы уже узнали конкретно что сталин там вводил войска в польшу перед перед этим силком присоединил прибалтику вот ну в общем нам то говорили ну просто да все дружно все страны прибалтики захотели жить в социализме и потом после войны тоже сталин оккупировал в половину европы да мы это только сейчас узнаем а что было на самом деле насчет украинской вот этой войны гадской мой мы никогда не узнаем ну остается догадываться но мне так кажется да я просто разумный человек мне так кажется это но собственно сегодня продолжение вчерашнего ролика когда закончится война в украине все из-за денег вы поймите что начав эту войну путин обогатил очень многих не только своих друзей я думаю что есть силы я в этом уверен которые умеют давить на путина нужен он кто он такой какая какие там имперские амбиции как им какие чё на червяк жалкий червяк вот и его он кукла на ниточках его дергают дергают люди которые на самом деле обладают властью то есть деньгами понимаете что такое россия это прежде всего и собственно единственное что россия значит для мира это полезное ископание больше ничего то есть кто-то захотел побольше денег вот те которые понимали что как только россия начнет войну в украине сразу на нее на но наложат санкции и что-то будет твориться вот с этим перераспределением нефти газ алмазы кстати вы в курсе что америка до сих пор покупают у россии уран для своих вот этих вот атомных станций до сих пор и до сих пор европа качает газ путинским путинский а там еще есть богатые люди в арабских эмиратов ну так мало богатых людей в любой стране я думаю что и в африке есть сверх богатые люди тоже тоже это понимаете это все перераспределение но то есть это заработок украинская война это возможность хорошо заработать и вот я еще подумал наверное путин прав в том смысле что меня вынудили меня вынудили это он просто оговорился ну конечно он там дальше продолжал что его вынули вынудили американцы там нато батто аты-баты да нет на самом деле его ну и может быть не вынудили можно может быть и скорее всего какой-то договорняк ну конечно путин очень богатый человек и входит вот в эту касту как-то мне кто-то тут правильно написал что богатые люди это определенная каста вот ну и в общем он начал войну для перераспределения богатств полезных ископаний ископаемых и так далее вот ну вот и еще последнее последнее но самое гадостное мне уже написали я посмотрел расисты ударились сегодня по детской больнице по роддому очень много погибших очень много раненых зачем он это делает вот это как я думаю это уже его личное потому что он чму да чму слезняк и ему от этой войны что нужно как можно больше вот я так думаю не завоевает там что-то это ему это заработать там это но это побочное как-то да вот ему чем занимаются слезняки гадят вы знаете вот ну даже вот ну в каких-то вот я не знаю бандах там туда-сюда вот разборки всякие если ты не можешь достать до того человека который тебе насолил вот ты начинаешь ну ну как сказать делать ему больно то есть его родственники его дети понимаете там как-то вот чтобы ему насолить и вот путин он обожает гадить понимаете он очень любит когда по его воле умирают люди он уничтожил уже россиян хрен знает сколько в украине и здесь он тоже вот удары по роддомам и по детям по больницам это это все вот это я думаю это его личная это его сущность то есть нагадить и посмеяться вот так вот потными ручонками да вот а о как я справиться с высого он он не может но нагадите то есть вот именно но я уже сказал вы меня поняли зачем это было сделано что-то личное всегда присутствует несмотря на на то что он в общем так сказать в ну уж действительно в касте богатых людей они то в общем как-то договариваются но что-то личное у него всегда проскальзывает вы на него посмотрите посмотрите на эту сморщенную гадость вот и вы поймете почему он это сделал сегодня ну вот так у меня такие у меня рассуждения всего хорошего до свидания с вами доктор влад и рыженький и и и Продолжение следует...